Пока на эту тему, давай посмотрим то, что народу очень нравится, это, так сказать, наконец-то спросили Кадырова, а что это он несет дон-дон-дон-дон уже, это главный прикол. И я прям подмонтировал, к этому очень интересное видео появилось. Три дня назад на границе Чечни и Дагестана был задержан в хлам пьяный министр чрезвычайных ситуаций Чечни на таком огромном джипе. Значит, его из этого джипа, как выяснилось, вытаскивали с боем человек семь гаишников. И вот из-за того, что этому делу никакого хода не дали, а приехал спецназ чеченский и отбил этого пьяного МЧСовца, то ФСБ российское отрасстройство выдало это видео прямо сегодня, оно лежит на чекистских телеграм-каналах. Я взял это с ВЧК ОГПУ и это очень классно монтируется. Дон, а потом посмотрите, как его министр, значит, один против пьяный, один против семи гаишников. Не могу не спросить, что такое Дон? Дон, это для связки слов. Короче говоря, вот тот же самый Дон, для связки слов. Я уверен, что огромное количество россиян это интересует. Ну, чтобы они знали, это такого значения не имеет, просто для связки слов, Дон, говорю, Дон. И это, ну, это и акцент, что я чеченец, Дон, вот тот же обозначаю, Дон, этим вот так и больше ничего. А где же видео задержание гаишников? Ай, забыли, что ли? Ну, ладно, ладно, может быть, его достанут. Я ссылочку кидал, дорогие ребята, так сказать, режиссеры. Ну, как тебе, Дон? Это неопределенный русский артикль в переводе с Вайнарского, потому что раньше были другие три буквы для связи слов-предложений, и весь русский народ этим активно пользуется. Конечно, здесь немножечко другая версия. Странно, что это вызывает такой интерес и такую загадочность, кажется. Да ничего подобного, все давно было понятно. Тем более, он абсолютно правильно сказал, что как человек нерусский, он на неродном языке имеет возможность общаться, ну, вот так, как получается. Потому что он не носитель его, и он не диктор Первого канала, чтобы обладать эталонной речью. А по поводу вот этой разборки мы видим, что Дагестану сейчас очень сильно не повезло, потому что он не фавориток. И у Чечни, у нее постоянное главенство над Дагестаном, при том, что тут еще особенность в том, насколько это давняя разборка, ведь это же один и тот же народ, они называются войнахи. У них войнахский язык, который мы называем чеченским и дагестанским, что неправильно. И они чеченцы и дагестанцы, на самом деле они войнахи. И эта разборка у них очень тяжелая, как любая разборка на Кавказе. Она очень конфликтная, она очень кипящая, она очень режущая, она очень кровавая. Тем более, они там делят землю постоянно, то отбирают, то прирастают. И вот теперь, когда к ним в пределы, в эти гаишные территории попался в сети на угнанном эскалейде министр, его оттуда выковыривали, это было тоже довольно любопытно, потому что, конечно же, дагестанские гаишники заранее знают, чья это машина. Не бывает так, чтобы черный эскалейд был абсолютно инкогнито, и никто не знал, где это там в Чесне кто-то ездит на черных эскалейдах. Этих черных эскалейдов, по большому счету, один на всю территорию. И понятно, что это не белая приора. В белой приоре может быть тот, кто позвонит, и оттуда где-нибудь с небес раздастся окрик, но не такого уровня, потому что это все-таки не высота. А вот черный эскалейд, сразу понятно, это серьезные неприятности. Но здесь сыграло не то, что это разборка, в общем-то, на ровном месте возникшая опять как серьезное деление власти в регионе между Дагестаном и Чечнёй. Здесь очень смешно то, что сыграла гаишная суть. Вот даже, будь он дагестанец, дагестанцы все-таки это кардинально другие люди. Он в этой ситуации оказался именно гаишником. А гаишники, они обладают уровнем скудаумия, ближайших, наверное, родственников приматов. Это вневедомственная охрана, потому что низшая ступень развития человечества – это вневедомственная охрана, чуть повыше – это гаишники, ну и далее там уже бывает кто угодно. И здесь они оказались гаишниками. И как российские гаишники рассказывали мне, как на разводе командир батальона говорит, если вы видите человека в галстуке, то будьте внимательны, это, конечно, опасный человек, но, скорее всего, это официант. А вот если он едет в телогрейке на богатой машине, то это министр, либо друг министра. Имейте в виду, что разница между ними огромная. И здесь гаишники должны были все-таки среагировать. Они не среагировали, у них был хватательный рефлекс. Богатая машина нужно цапнуть. Не получилось. Вот, я придумал, как это показать. Смотри. Прям в камеру вот оно творится. А, идет, да, видео? Вот прекрасно. Вот. А, есть это видео? Ну так, ребятки, а что же вы не показываете это видео? А то я с режиссером разговариваю. Когда Сережа рассказывает про... Сережа рассказывает о том, как гаишники вытаскивают. Что же не показать? Детка, Сереж, только уточню, чтобы... А, что в Стамбуле меня очень хорошо просветили, что чечены и ингуши – это войнахи, а Дагестан – там невероятное количество наций и народностей. И, в общем, ну, может быть, это их расслабляет, кстати. Была бы одна, так сказать, один народ, может быть, они бы жестче отстаивали свои права. Но не будем. Это все сложно. Кавказ, так сказать, в России будущего, я думаю, его не будет. Поэтому это будет независимое государство или три государства. Ну, и, так сказать, и слава богу. Субтитры создавал DimaTorzok